Добрый вечер! В студии первого в Молдове Дина Руснак с обзором основных событий пятницы. В начале коротко о главных темах выпуска. Все больше и больше. Власти готовы к увеличению числа зараженных и просят строго следовать рекомендациям, чтобы не попасть в их число. Про вертолеты и новости из серии «Однобабка» сказала. Власти закрыли 52 сайта, распространявших ложную информацию с целью посеять панику. Тем, кто распространяет фейки, грозят тюремные сроки. Зашел, продезинфицируй руки. Правильно сделали. Дозаторы с санитайзерами установлены в столичных троллейбусах. Кредиты станут доступнее, а топливо уже подешевело. Додаем свежие. Итак, число зараженных в Молдове достигло 66. За последние сутки выявлено 17 новых случаев. Власти утверждают, что готовы к таким сценариям и в который раз взывают к сознательности граждан. Число заразившихся внутри страны впервые превысило импортные случаи. И это результат полной безответственности наших, некоторых наших сограждан. Страдают от этого даже медики, так как пациента заразила 70-летние фельдшеры скорой помощи, помогавшие больным, не соблюдавшим меры безопасности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но в Украине они умерли на экскурсии на Манастире Почаево. Это хорошо, когда мы ходим на экскурсии. Но учитывайте, что у нас есть четыре большинства в Украине. Или когда человек из страны, который был в путешествии, когда он встретился с Рудили. Я прощу Министерство, чтобы мы объясним, чтобы мы ответим. Женщина, о которой говорит президент, рода мессенджерей. Вернувшись, закатила праздник, а до этого побывала в салоне красоты и не только. В результате COVID-19 подтверждено нескольких человек, с которыми она вступала в контакт. Теперь лечатся вместе, а городок закрыт на карантин. По решению местной администрации, на въезде и выезде будут установлены полицейские посты, всех будут проверять, а после 22 появляться на улице запрещено. Веррика Думбровиану также рассказала случая, о котором писали СМИ, якобы о смерти 39-летнего мужчины, у которого были подозрения на коронавирус. Виарика Думбравяну в ходе брифинга еще раз отметила, что у Молдовы достаточно тестов для обнаружения инфекции нового типа. Виарика Думбравяну в ходе брифинга еще раз призвала общественность к ответственности и поблагодарила компании и обычных граждан, которые делают пожертвования и оказывают поддержку медицинским учреждениям. Виарика Думбравяну также объявила, что сегодня была запущена онлайн-платформа, на которой представлены все официальные данные о подозреваемых и подтвержденных случаях коронавируса в Молдове. Приложение, которое можно найти на сайте Минздрава, отражает текущую ситуацию, включая географическое распределение случаев. 103 человека помещены под карантин в общежитии технического университета. У одной из студентов выявили COVID-19. В числе изолированных – 99 студентов и 4 сотрудника. Информацию подтвердил нашему телеканалу ректор Виарил Бастан. По его словам, девушка уехала домой в село еще 11 марта, сразу после того, как были приостановлены занятия. Затем попала в больницу. Однако на всякий случай в общежитии приняли меры – никому не входить, никому не выходить. Все, кто в нем находился, останутся в изоляции. Температуру, однако, замеряют регулярно, трижды в день, рассказывает глава внутренней безопасности университета. Обеспечение изолированных всем необходимым на его плечах. В общей сложности 103 человека, на которые по расчету завезен и хлеб, и молоко, фрукты, чеснок. Помимо того, что я перечислил, были завезены еще другие продукты, вы видели растительное масло, яйца. То есть весь необходимый набор продуктов для того, чтобы люди могли, как минимум до четверга следующей недели, установленное время Центра общественного здоровья, и если по необходимости, до момента снятия карантина. Завезли дополнительно 20 термометров для того, чтобы регулярно мерить температуру. Постоянно ведется учет температуры у всех прибывающих утром и вечером. За это отвечает закрепленный медик. Студенты восприняли изоляцию, как и положено студентам, с воодушевлением. Правилам следует, дисциплину не нарушают. Паники нет. Хорошее настроение. Используются все современные технологии для того, чтобы эту ситуацию, как говорится, соответствовать, разруливать. То есть ребята создали внутри группы в Вайбере. Ведется переписка через эти группы, обменивается данными по температуре, по состоянию. Даже вот приходит машина с продуктами, сразу идет сообщение, выходят люди помогать разгружать, забирать, распределять по этажам. Оптимистично на данный момент. Никаких таких панических настроений не наблюдается. Даже само название группы в Вайбере отвечает за себя. Оно называется «Карантин фэр и паника». За ситуацией в общежитии следят сотрудники Центра общественного здоровья. Как бы ни сложилась ситуация, власти готовы с ней справиться. Глава государства в очередной раз заверил, что руководство страны, проанализировав практику других стран и рекомендации ВОЗ, просчитало свои действия по нескольким сценариям. Судя по всему, число больных по всему миру, в том числе в Молдове, будет расти. А пик, по прогнозам специалистов, придется на 25 марта и последующие дни. Продолжение следует... Президент заверил, что в стране достаточно тестов для диагностики, есть ресурсы для выявления больных с симптомами. В то же время глава государства призвал население не подвергать риску ни своей жизни, ни жизни тех, кто в эти дни вынужден работать. А вот к согражданам, оказавшимся в эти дни за границей, президент обратился особо. Оставайтесь там, где находитесь. Дорога домой может быть опасной. Я думаю, что мы должны быть ответственными и осознанными. Если вы были стабильными, или permanentными, в стране, в стране, я рекомендую, и вам сказали, и в 10 дней назад, не вы начинайте на дорогу. В отношении того, что я рекомендую вам, что не вы требуете, что не вы начинайте на дорогу. Вы начинали вместе с детей, с семьей, с семьей, и вы приехали в зону в карантин, в транзит, и звоните на Министерный, на ГУВЕРН, давайте вы помогаем. Но время с вожиданием, ведь в Сент-Сенте он что-то ценен, но что-то, чем тут по себе с вожиданием. Докум, фронтира и блокад. Рутили авиа сент Инкиса, Интерзис. Президент отметил, что с большим трудом правительству удалось найти возможность привезти домой несколько сот граждан, застрявших на границах Германии, Австрии, Польши, Украины и России. Напомним, все авиарейсы в стране приостановлены до 1 апреля. Точно так же не ходят поезда, а страны, граничащие с нами, запретили въезд иностранцев даже транзитом. Граждане страны, заболевшие коронавирусом, будут проходить лечение бесплатно. Пример Иоанн Кико объявил, что все расходы на обследование и лечение незастрахованных лиц возьмет на себя нацкомпания медстрахования. Кроме того, глава Кабмина заявил, что все коммерческие объекты, торгующие различными видами товаров, возобновят деятельность, а госслужащие будут работать в спецрежиме во время чрезвычайного положения. Соответствующие решения приняты нацкомиссией по чрезвычайным ситуациям. По словам премьера, в рамках комиссии было принято решение об увеличении финансирования нацкомпании медстрахования для закупки медицинских приборов и расходных материалов, а также для обслуживания граждан, обращающихся к врачу с симптомами нового коронавируса. Также было решено возобновить деятельность всех коммерческих подразделений в стране. В комиссии уточнили, что речь идет о том, чтобы позволить торговцам удовлетворить потребности населения. Редактор с тем, что включается активы медицинских предэкционеров безотделений в стране. Редактор с тем, что перечислятые... ...экционируймовы, медицинских предэкционеров, медицинских предэкционеров, мы начали выходить в качестве медицинских оборудов, И для госслужащих был разработан новый график работы. С 23 марта сотрудники госканцелярии, министерства и структур подчиненных правительству будут выходить и заканчивать работу раньше, с 7.30 до 16 часов. В заключение глава правительства попросил людей, которым в этот период не надо идти на работу, оставаться дома и не подвергаться риску. Столичный мэр Иоанн Чебан сообщает, что в выходные в Кишиневе ограничат движение общественного транспорта. Так, в субботу и воскресенье автобусы и троллейбусы будут работать с 7 до 10 часов утра, затем с 16 до половины восьмого вечера. С понедельника все вернется в обычное русло, уточнил градоначальник, подчеркнув, что меры приняты для того, чтобы остановить наступление COVID-19. Во всех троллейбусах появятся дозаторы с дезинфицирующими растворами, чтобы пассажиры могли обрабатывать руки. Первоначально антисептики распределили по маршрутам, которые пользуются наибольшей популярностью среди жителей Кишинева. Постепенно они появятся во всех транспортных средствах. Пассажиры оказались весьма ответственными и при входе дезинфицировали руки. Правильно сделали. Надо здорово, заботиться о здоровье. Какие партии бенекулопусы? Почему? На что звучит это? Скажем, дезинфицируют мы, не лишь ажану у меня, у вас явитесь и будет садник моего микроба. Очень правильно делают. Есть шанс какой-то страховки. И человек должен тоже сам себя контролировать. Салфеточки должны быть с собой, где есть жидкость, дезинфектант с собой иметь. Раз есть нужда срочного выхода в город через транспорт общества, надо соблюдать какие-то правила. Однако были и те, которые делали вид, что не видят дезинфицирующих средств. Ежедневно в столице на линии выходят 321 троллейбус и более 100 автобусов. Генинспектор от полиции сообщает, что оштрафовал на 11,5 тысяч леев четырех спекулянтов, торговавших санитайзерами без документов и по космическим ценам. Товар 150-литровых емкостей со средством на 22 с лишним тысячи леев и 2500 масок стоимостью 55 тысяч леев конфискован. Еще 3000 заплатят мужчины, сбывавшие по 22 леи одноразовые медицинские маски. При себе у него нашли 3000 штук. Примечательно, что за день до этого его наказали за это же правонарушение. Ну а полицейские, патрульные и карабинеры продолжают выполнять свой долг, который состоит не только в поимке спекулянтов, но и в том, чтобы следить за соблюдением профилактических мер в местах большого скопления людей. Полицейские стараются делать так, чтобы люди не выстраивались в очереди в магазинах и соблюдали социальную дистанцию в один метр, чтобы снизить риск распространения вируса COVID-19. То же самое касается аптек, автозаправочных станций или общественного транспорта. Кроме того, администраторам компании ежедневно рекомендуется соблюдать меры профилактики и информировать людей о рисках и способах защиты в общественных местах. За проведенные проверки и приложенные усилия министра здравоохранения поблагодарила сотрудников Министерства внутренних дел. Продолжение следует... Полицейские также обратились к гражданам с просьбой соблюдать меры предосторожности, оставаться дома и избегать выхода на улицу, если в этом нет острой необходимости. Меры, принятые руководством страны, со временем показывают их положительное влияние. Политические аналитики сходятся во мнении, что все действия полностью оправданы. В то же время эксперты призывают оппозиционных политиков быть более ответственными, не заниматься критикой ради пиара, а выходить с конкретными предложениями. Продолжение следует... 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 В то же время эксперты провели сравнение с предыдущим правительством во главе с лидером ПДС Майей Санду, которое не смогло справиться с кризисом на местном уровне. Политические аналитики призвали опозицию забыть про узкие партийные интересы. О том, что власти в Молдове движутся в правильном направлении, отмечают и эксперты Всемирной организации здравоохранения. В нашей стране объявили чрезвычайное положение до 15 мая. Эту меру ввели 14 стран европейского континента. Терпение властей лопнуло. Паника обходится стране дороже, чем лечение больных коронавирусом, заявил в очередном выпуске платформы «Президент Отвечает» Игорь Дедон. Слухи распускаются самые невероятные. И, что примечательно, один в один такие же, как в других странах. Итак, СИП заблокирует 52 сайта, улеченных в публикации манипулирующей информацией о коронавирусе. А авторы подобных жареных уток получат шанс оттачивать слог на нарах. Вещи и вправду серьезные. Недавно по просторам соцсетей гоняли аудиозапись, на которой перепуганная женщина рассказывает, что куму Июкумы рассказал на наш его десятиюродного брата, якобы работающий в больнице, что там все мрут, как мухи, а власти скрывают. Совпадение или нет, но слово в слово это сообщение гуляло по просторам интернет-пространства на других языках, чтобы напугать жителей других стран. Мифические вертолеты, то распыляющие лекарства, то их скидывающие населению, то дезинфицирующие воздух уже несколько недель как кружили все над теми же Россией, Беларусью и Украиной и, наконец, пару дней назад долетели до нас. Мы, например, не имеем, что, собственно, требовали, как мы новыми лекарствами в Республике Молдова. Но у него прелезут. Уйти, азыч, сантим, какой лекарствами. Для нас я оперу до узелем Урма. В Самаре, в Руси, в Самаре будут распыляться лекарства с вертолетов. В Калининграде вертолет будет распыляться лекарства против коронавируса. В Беларусе, в 15 марта, в Гродно, в Украине, в 16 марта. Вертолеты будут распыляться лекарства в сети. В сети распространяется фейк-мьюс. В дело вступили как бы звезды медиапространства. Маломальски собирающие лайки псевдозвезда, некогда занимавшая какой-нибудь пост в каком-либо учреждении, важным голосом тревожно вещает, что всё пропало. Не останавливаются злоумышленники и перед тем, чтобы сфальсифицировать официальные документы. Они фальсифицировали бэнчей национальной. Они орункали операции. И они начали массивно распыляться лекарства. Это именно этот сценарий. Мы видим, что был полицейский национальный. Я сказал кто-то, но он был начальник. Он не верит. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Он умер. Президент пообещал, что все виновные в распространении псевдоновостей ответят по закону. СИП заявил, что уже определил 52 интернет-ресурса, публиковавших заведомо недостоверную информацию. Они будут заблокированы. Национальный банк Молдовы помогает экономике и отечественным потребителям. НБМ принял решение снизить базовую ставку на 1,25 пункта до 3,25. Это самая маленькая ставка рефинансирования в истории страны. Ставки на кредиты и депозиты Овернайт тоже снизили до 6,25% и 0,25 соответственно. Как отметили в Нацбанке, изменения денежной политики призваны укрепить банковскую систему и поддержать бизнес в условиях глобального кризиса. Отметим, что это самая низкая базовая процентная ставка за всё время её установления НБМ. Самая низкая была зафиксирована в 2013-м, когда составляла 3,5%. Экономические эксперты приветствуют решения Нацбанка и утверждают, что деловые круги, которые пострадают от кризисной ситуации, смогут быстрее восстановить своё финансовое положение. Маймуты компании, по периода кризисы, могут кредита для рефинансирования кредитов existente. Анумите интерпренери se могут кредита для менсинения персоналу, inclusive бюджетный публик, indirect, может иметь обязательства на валуаре маленькое, и может быть пронута с costами маленьких. В то же время Нацбанк сократил на 2,5% норму обязательных резервов, излеевых средств и неконвертируемой валюты и увеличил на 1% пункт в конвертируемой валюте. Президент Игорь Дадон написал на своей странице в соцсети, что благодаря этому решению деньги дешевеют и становятся доступнее предпринимателям и гражданам. Ликвидность для обеспечения экономической деятельности обеспечена. Теперь коммерческим банкам предстоит пересмотреть ставки по предоставленным кредитам. Глава государства уточнил, что вслед за этой мерой поддержки бизнеса и граждан последуют и другие. Горючее вновь подешевело на автозаправочных станциях. На некоторых АЗС цена бензина и дистоплива в среднем упала на 70 банов, а газа – на 20. Литр бензина 95-й марки стоит 16,72, а день назад стоил 17,42. Цена дистоплива составляет 14,72 по сравнению с предыдущей в 15,32. Жиженый газ стоит 9,97 против 10,15 банов. Водители приветствуют понижение цен, особенно сейчас, в период начала весенних сельхозработ. Глава, дам, если это не так, это будет хорошо, это будет хорошо, почему они все же устроены на лога, на лога, на несколько соль, на первое, на трактуаре, на эти парнинеры, которые работают с чемпионами. Глава, дам все это будет, что у нас будет работать, чтобы у нас работать. И хорошо, что у нас получился. После нескольких повышений цен на топливо в конце прошлого и начале этого года власти объявили, что вернутся к практике ограничения максимальной цены. Ответственным за это стало нацагентство по регулированию в энергетике. Глава государства Игорь Дадон встретился с тремя крупнейшими импортерами нефтепродуктов, которые пообещали ему, что снизят цены на горючее, особенно для сельхозпроизводителей. Вынужденные каникулы для учеников могут продлить до конца апреля из-за ситуации с COVID-19. Об этом глава государства заявил на онлайн-платформе «Президент отвечает». Игорь Дадон сообщил, что власти подготовили решения для восстановления учебного процесса. В частности, детей будут обучать онлайн, для чего уже проинструктированы более 8 тысяч учителей. Глава государства сказал, что солидарен с родителями, на которых в этот период упала двойная нагрузка. В период чрезвычайного положения общественный телеканал «Молдова-1» будет ежедневно транслировать образовательные программы, необходимые для подготовки учащихся 9 и 12 классов, которые в этом году будут сдавать выпускные экзамены. В Минобразование надеются, что таким образом все ученики будут иметь доступ к дополнительному образовательному ресурсу для подготовки к тестам. Курсы будут повторно транслировать в субботу на телеканале «Молдова-2». Из-за эпидемии, вызванной COVID-19, все школы и университеты, которые посещают более 580 тысяч учеников и студентов, были временно закрыты. И в карантине жизнь продолжается. Теперь родители больше времени проводят с детьми. Многие успевают сделать то, что не могли раньше из-за работы и школы. Родители не унывают, несмотря на внешние угрозы. Слушайте, я стал бывать дома. Дети видят папу. Я стал бывать дома. Ясно, что это кошмар для стандартной жизни, для всего базового функционирования, для бизнеса. Вообще страшно представить, что это. Это такое очередное испытание. Но у тебя есть хорошее. Мы чувствуем, что мы живем, когда есть динамичность, изменения. Когда что-то меняется, мы подстраиваемся к новым ситуациям. Я стал появляться дома, проводить время с детьми. Это вот если бы не этот карантин, когда бы дети увидели своего папу. Возможность быть рядом с близкими для Шемшона и Заксона большая радость. Но от привычного образа жизни семья старается не отходить. Всеми возможными образами стараются делать то же, что и каждый день. В нашей школе рассылают всем детям домашнее задание. Жена его распечатывает, готовит. Я проверяю. Математика. Вот план на сегодня научить младшую дочку куда-то на роликах. Все уже умеют, она еще не умеет. Да и дети рады. Самая маленькая Софи в будущем, возможно, станет журналистом. Охотно отобрала микрофон у нашего репортера. Я люблю играть в шоссе. Игры. Нет. Но я в шоссе любил мотивировать музыки и играть на телефоне. Первое правило родителям. Во время карантина приучите своего ребенка к домашнему режиму. Во время выполнения разных заданий дома ребенок должен сохранять одну и ту же последовательность действий каждый день. Таким образом, безвылазное сидение дома не покажется малышу чем-то ужасным. Он не будет ощущать диссонанс между повседневной жизнью и ситуацией на данный момент. У него будет уверенность в завтрашнем дне. Вот этот вот режим – это те точки эмоциональной опоры, это те точки стабильности, которые мы должны дать своему ребенку. Даже если ребенок сопротивляется. А дети обычно сопротивляются режиму. Это нормальная история. Дети говорят, я сейчас не хочу садиться читать, потому что мне не хочется, я хочу пойти съесть бутерброд. Или какая разница, у меня еще куча времени, я могу это сделать потом. Вот здесь у родителям нужно найти некое внутреннее мужество и твердость для того, чтобы этот режим удержать. Хороший способ занять во время карантина ребенка тем, что он не успеет сделать во время учебы в школе. Например, специалисты советуют обучить ребенка навыкам владения PowerPoint или Excel, которые пригодятся в будущем. Советуют увлечь ребенка от 8 и старше начальными навыками ораторского искусства. По выходу из самоизоляции в школе ему будет легче контактировать как с ровесниками, так и с учителем. Этим вещам можно научиться на онлайн-уроках. В онлайне стоит обратить внимание на те навыки, это soft skills, которые детям абсолютно точно будут нужны, но которых нет в школьной программе. Это работа в PowerPoint, это навыки качественной презентации, это public speaking, это качественная работа с текстом, это работа с таблицами Excel, это то, что обязательно в порядке будет востребовано, это то, что must have для любого ребенка, родители которого видят его в какой-то карьере достойной, то, что точно нужно. Но на это обычно не хватает времени, и дети приходят к освоению этого гораздо позже, теряют время. Сейчас есть ресурс, сейчас есть возможность это сделать. Пока ребенок находится дома, специалисты рекомендуют также уделять больше времени разговору по душам. Таким образом, не только будет эффект в обучении, но еще и в доверии между родителем и малышом. Погода упростит нам карантин. Выходные резко похолодают, так что сидеть дома будет проще и даже желательней. Температура упадет ниже средних значений февраля, а холоднее всего будет в ночь на воскресенье, когда столбик термометра с 17 градусов вечером упадет до нуля утром. И все это в сопровождении снегопадов. Холодная погода продержится до среды и четверга, когда дневные показатели достигнут уже 15 градусов. Служба гидрометео также продлила до 31 марта желтый код гидрологической засухи. В связи с этим организациям и населению рекомендуют рационально использовать водные ресурсы. Скооперировались, чтобы помочь пенсионерам. Пожилые люди – категория граждан, которые находятся в группе риска заражения коронавирусом. Изоляция – один из методов предотвращения болезни. Но от похода в аптеку или за продуктами все равно никуда не деться. Для того, чтобы оградить пенсионеров от лишних перемещений, группа молодых людей отправилась в разные районы столицы, чтобы доставить людям преклонного возраста продукты питания. Так, от квартиры к квартире с пакетами в руках юные социалисты, члены молодой гвардии, стучались ко многим людям преклонного возраста. Крупы, масло, сахар, консервы и другие продукты, которые могут долго храниться, молодогвардейцы собрали сами. 66-летняя Мария Карданец поступком молодых людей восхищена. В последнее время женщина старается выходить из дома только при острой необходимости. Вчера, например, ходила в аптеку. Говорит, как не пытайся, выходить реже сложно, сразу много не унесёшь, сил нет. Так что помощь ребят пришлась, кстати. В аптеку выходила вчера. И позавчера за молоком, на два дня взяла хлеб, молоко, нечасто. Я вон со спиртом протёрла. Молодые люди сегодня посетили около 250 пенсионеров. Это в основном люди преклонного возраста, а также те, у кого нет возможности выйти за продуктами самостоятельно. Я ничего сейчас не могу таскать такого тяжёлого. Я плохо себя чувствую. Большое спасибо, потому что всем трудно сейчас. Всем трудно. Конечно, и в магазин не зайдёшь, особо там очередь. И не пускают в магазин, потому что больше трёх не собираться. Молодые гвардейцы говорят, что по мере возможностей собираются помогать пожилым в период всего карантина. Будут разносить именно продукты питания. Ведь если бы речь шла о помощи деньгами, пенсионерам бы пришлось выходить из своих домов. Деньги – это что предполагает? Предполагает, что им нужно выходить, им нужно идти в магазин, им нужно покупать. Мы же постарались сделать так, чтобы у них был минимум контакт с окружающими. Волонтёры призывают всех людей доброй воли взять шефство над знакомыми стариками-соседями и помочь им в этот трудный период. Закупайтесь сами, купите им, чтобы они смогли уберечься от заразы. Два сельхозпроизводителя, прочитавшие информацию на одном из порталов, решили поддержать врачей, которые в эти дни сбиваются с ног, и больных, которым как никогда нужны витамины. Фермеры привезли в четыре больницы, в которых лечат заражённых коронавирусом сотни килограммов яблок. Их поступок очень воодушевил докторов. Обещают, каждому пациенту передадут наливные плоды с наказом скорее выздоравливать. Врачи в эти дни сбиваются с ног. В больнице Тома Чорба сотрудники порой не успевают из стакана воды выпить. Слишком много времени уходит на то, чтобы снять маску, а затем надеть её заново, соблюдая все процедуры. О себе не думают, но, увидев фермеров и 600 килограммов яблок, порадовались, что кто-то думает о них. Фрукты было решено равномерно распределить по всем четырём больницам, в которых содержатся больные с COVID-19 и те, у кого подозрение на заражение. Фрукты были очень важны для пациента, для пациента, для пациента, для пациента. И пациента, которые могут быть врачом? Сигурно. 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 Мы не можем, мы, только мы другим, мы можем умереть, но мы умереть, а мы садим медицинской медициной, мы должны это сделать. Фрукты все время были важны для молодых и для детей. Мы благодарим за то, что здесь есть. Мы будем коать и дать коактель для детей и для персонал. Это и премьер, и премьер мы не потерпим витаминии, поэтому это очень хорошо. Вместо того, что медицинские борются, работают. Их делают датуре. Поставка продуктов бесплатная обеспечена одной из агрохозяйств. Мы благодарим, что фермирии из-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Плюс все, одна из самых больших компаний для дистрибуции ампутов, которые у нас получили транспорт, так что медицинские борются могут быть удовлетворены с успех. Первую партию фруктов предоставили фермеры Виталия Абрижану и Всеволод Добиже из Тиленишского и Дандюшанского районов. Виталия Абрижанского района Оба фермера призвали коллег последовать их примеру. Пока горожане следующие призыву сидеть дома гуляют на балконе и маются от безделья, селяне, даже заперев калитки на все замки, находят чем заняться. Хлопот по хозяйству не счесть в границах отдельно взятого дома с огородом. Улицы села Слободзия-Душка Криулянского района пусты. Селяне, по большей части, опасаются выходить со двора, и Татьяна среди них. На работу в эти дни она не ходит, но все так же рано встает. Карантин дал им с супругом возможность заняться тем, что долго откладывали из-за нехватки времени. Например, привести в порядок дровницу и подготовить топливо к будущей зиме. На прощание Татьяна сказала, что верит, что все закончится. хорошо. По ее мнению, главное – не паниковать. Односельчане Татьяны подтверждают – хлопоты по хозяйству занимают все их время. Так что выполнять карантин несложно, да и скучать некогда. Но горожанам, запертым в квартирах, можно только посоветовать сделать то, до чего раньше руки не доходили. Всегда находятся дальние уголки, в которые вы сто лет не заглядывали. Кого-то ждет отложенная до лучших времен книга или рукоделие. Можно воспользоваться множеством онлайн-курсов, чтобы научиться чему-то новому, поиграть с детьми. В это время главное – сохранять позитивный настрой и стойкость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова